Добрый день, уважаемые пользователи сайта Торнадо. Предлагаю вашему вниманию небольшое видео по функциональным возможностям по поиску и просмотру информации, хранящейся на сайте. Зайдя на сайт, первое, что вы видите, это главную страницу сайта, где выводятся последние релизы, которые выставлены на нашем сайте. Есть несколько вариантов отображения информации на главной странице. В данном случае мы видим информацию, отображающуюся в виде блока. Также мы можем перевести режим, включить режим таблицы, если вам это необходимо. То есть информация будет отображаться вот таким образом. Если кому-то более привычный вид простого списка, вы можете перейти в режим просмотра информации в виде списка. Для того, чтобы найти необходимую вам информацию, вы можете перейти в режим просмотра конкретных релизов записи. Здесь также существует два варианта. Мы можем сразу осуществить переход на конкретную категорию, которая нас интересует. Либо перейти в режим торренты файлы. Давайте рассмотрим сейчас первый вариант. Это выбор конкретной территории. Ну, скажем, меня интересует категория фильмографии. Выбрав категорию фильмографии, я сразу перехожу на список фильмов, которые выложены на нашем сайте. Также вы, выбрав соответствующую другую категорию, можете перейти на нее, скажем, я выбираю уже в режиме просмотра торрентов, которые выложены на сайте. В режиме активной категории я могу выбрать, скажем, отечественные фильмы, нажать условия поиск и получу список отечественных фильмов. Они располагаются в обратном порядке сортировки. То есть наиболее свежие релизы располагаются в начале, в более старой расположены ниже и группируются по страницам. Вы можете перейти сразу с одной страницы на другую для просмотра. Также, находясь уже в режиме просмотра конкретных фильмов или других каких-то видео или аудиоматериалов, вы можете осуществить предварительный просмотр данного фильма, это не переходя конкретно на раздачу. Для этого необходимо подвести мышку напротив наименования раздачи фильма. У вас высветится понятие лейбл, предварительный просмотр. Нажав на него двойным кликом, вы сразу переходите на просмотр конкретного фильма с полным его описанием, без возможности скачивания. Хотя, скачать вы можете, нажав уже соответствующую ссылку, либо добавить закладки к себе для будущих скачиваний, либо скачать сразу напрямую. Также, повторным кликом вы сворачиваете данный фильм. То есть, если меня заинтересовал, скажем, фильм «Москва», я терплю тебя двойным кликом. Я получаю информацию о полном описании данного фильма. Также двойным кликом я сворачиваю. Следующий момент. Если вы перешли в категорию «Отечественные фильмы», у вас появляется список тегов. То есть, список фактически подразделов или жанров фильмов, которые выложены в данной категории. То есть, вот скажем, где высвечивается количество выложенного видеоматериала. То есть, вот комедия там 36. Если меня интересует в данной категории только фильмы комедии, нажав на них, я получу список всех фильмов, в которых фигурирует понятие комедии. Понятие теги, которое появилось на сайте, это фактически реализация идеи, которая была предложена Мартом Цуккенбергом еще при Фейсбуке. То есть, это сейчас наиболее распространенное и довольно понятное всем значение понятия как тег. Находясь на экране с позиций торрент и файлы, вы видите облако тегов, в котором также представлены все теги или жанры тех раздач, которые присутствуют на нашем сайте. Причем, первое, глядя на данное облако, первое, что бросается, наверное, вам в глаза, это различный шрифт, размер тех понятий, которые встречаются. Дело в том, что размер шрифта зависит от количества раздач, относящихся к данной категории или к данному тегу. То есть, например, комедий больше всего в настоящее время залито на данной сайте. Итак, по мере их количества информации, которая лежит по данному тегу, формируется размер шрифта, который используется для выведения данного понятия. Следующей возможностью, которая реализована на нашем сайте, это возможность поиска информации по конкретному тексту или контексту. Причем можно искать как в названиях, так и в самом теле уже. То есть, например, ну для примера возьмем, то есть мы указываем, что искать в самих описаниях, фильмах, журналах, газетах или что-то, чего-то, какую-то информацию. Ну, для примера давайте возьмем, посмотрим, есть ли такое понятие, как граф Дракула. То есть, есть ли фильмы, где упоминается граф Дракула. Выставляем, что это в отечественных фильмах, в описании, граф Дракула. И нажимаем поиск. Ну, в отечественных фильмах ничего не нашлось. Давайте тогда сделаем следующий поиск из всех имеющихся фильмов и аудио-видеоматериалов. Также нажимаем граф Дракула. Вот, и видим, что в разделе иностранные фильмы и фильмы формата HDTV Blu-ray есть два фильма, где упоминается граф Дракула. Ну, давайте убедимся в этом, действительно ли это так. Воспользуемся с тем же самым режимом предварительных просмотров. И смотрим. Так, смотрим, есть ли в описании упоминание графа. Вот, пожалуйста. Вот Дракула. Маркиз Де Сад. То есть, действительно, система нашла, что... А, вот конкретно даже фраза. Граф Дракула. Ну, с учетом русского языка вышло не Дракула, а графа Дракула. То есть, действительно, реально мы можем найти информацию по описанию конкретного фильма или какой-то раздачи. Ну, в общем-то, наверное, на сегодня достаточно этой маленькой предварительной информации. В будущем мы постараемся сделать такие небольшие видеофильмы по остальным функциональным возможностям нашего сайта. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.